Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня для вас работаю я, Ирина Чекунова, а сейчас представляю экспертов нашей программы. Итак, сегодня у меня в гостях Надежда Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области, Надежда Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Лариса Анатольевна Масалыгина, полномоченная по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, добрый день. Добрый день. И Ольга Юрьевна Ильина, председатель исполнительного комитета Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, декан юридического факультета Тверского государственного университета. Ольга Юрьевна, приветствую вас. Уважаемые друзья, сегодня будем говорить о работе с должниками по алиментным обязательствам, об изменении в законодательстве и многом другом. Тема очень важная. Эту тему, как наиболее важную, обозначала президент Российской Федерации. И что у нас сейчас творится в Тверской области по этой проблеме. Насколько мне известно, на сегодняшний день в Тверской области почти 10 тысяч должников, нерегулярно оплачивающих своим детям алименты. 10 тысяч это исполнительных производств, которые у нас находятся на исполнении. Среди них есть как и добросовестные, которые ежемесячно вносят платежи, установленные решением суда, либо нотариальным соглашением. Есть должники, по которым только сейчас возбуждены исполнительные производства. Скажем так, мы начинаем работу. Это порядка 2,5 тысяч исполнительных производств. Это должники, с которыми мы только начали работу. И, естественно, принимем максимум мер для того, чтобы они стали добросовестными плательщиками алиментов. И, конечно же, часть этих должников, это порядка 20%, наверное, из этих 10 тысяч. Это не плательщики, которым мы применяем как меры административной ответственности, так и уголовной ответственности. Но задолженность какая на сегодняшний день, Надежда Геннадьевна? Мы говорим, что это фактически удар по защите интересов детей и подростков. Существенный удар с учетом того, в какой экономической ситуации мы живем. Здесь каждый рубль, каждая копейка на счет. Конечно, что материальное содержание ребенка, это наиважнейший вообще, скажем так, социальный вопрос. Общая задолженность, все же, да, она не маленькая. Это порядка 2 миллиардов рублей. 2 миллиарда рублей. Да, конечно же. Это же в какие годы она скопилась? Ну, здесь есть у нас должники, которые, начиная там от рождения ребенка, да, и до сих пор, да, то есть до 18-летия еще есть. До 18-летия еще есть. Конечно же, эти такие исполнительные производства у нас имеют место, их достаточно. Есть задолженности, которые складываются за короткий период, да, и гасятся в течение даже текущего года должником. Поэтому сама вот эта вот цифра, да, то есть о которой мы сегодня говорим, конечно же, она не постоянна. И она либо чуть-чуть уменьшается, либо увеличивается, да. Но вот в течение года, естественно, мы проводим какой-то мониторинг, да, и смотрим, то есть насколько, да, у нас динамично. И из года в год мы, конечно же, видим увеличение суммы взысканной, но все равно вот на сегодняшний день где-то к 2 миллиардам у нас вот сейчас приближается. Это называется, сколько раз, это мы только за этим круглым столом говорили и призывали, да, уже имейте совесть, уважаемые друзья. И все равно, есть же люди, которые принципиально устанавливают такое, идут на принцип, а я все равно не буду платить. Хоть что мне делать. Конечно же, категории должников очень разные, но вот если вообще, и в этой студии я уже говорила об этом, из чего складывается все-таки такая большая задолженность? Складывается из самой методики подсчета, потому что вот если говорить о тех должниках, ну, с такой вот неустойчивой, да, там жизненной позицией, да, может быть где-то и злоупотребляющих, да, там, ведущих социальный образ жизни. Ведь их задолженность складывается не из их дохода, которого у них нет, а складывается из среднестатистической заработной платы по Российской Федерации. Это огромная цифра на сегодняшний день. И даже если он должен платить только на одного ребенка, да, это 25%, а сегодняшний день это почти 58 тысяч, да, и вот каждый месяц вот эта цифра, она прибавляется к общей... Можно представить, что какая-то цифра будет за 18 лет. Поэтому и вот анализируя, да, вот те категории должников, а их немалые, поэтому, да, в общем объеме исполнительных производств, там, где у нас задолженность перевалила, там, за 500 тысяч, за миллион, их немного. Но суммы складывающиеся, вот они складываются вот в такую общую сумму. Вот вы сказали, что, может быть, человек не имеет, да, постоянного дохода. Есть ли сейчас в нашем государстве какой-то принудительный такой рычаг к тому, чтобы человек трудоустроился? Как помните, раньше были ЛТП, да, или мы посылали, если человек отбывает наказание, если он к тому же наркоман, его в местах отбытия наказания его принудительно лечат. Принудительное трудоустроение. Нет, вот это есть разные вещи, да, если мы все-таки говорим уже о наказании, которое имеет место, да, это уголовная ответственность, да, то здесь, естественно, если он попадает в места лишения свободы, то в любом случае удержания будут производиться, потому что у нас существует заключенное соглашение с органами ФСИН. Вот, а вот если он пока не привлечен к какой-либо ответственности, или эта ответственность не связана с лишением свободы, да, то в данном случае, конечно же, принудительного труда в рамках экспонтного производства у нас нет. Да, у нас есть соглашение с центрами занятости, но эти соглашения носят рекомендации, то есть те направления, которые мы даем, носят рекомендательный характер. Ну это можно рекомендовать, опять же, 18 лет пока не будет. Остается, да, он идет туда, но здесь, опять же, есть но. У нас есть категория должников, которые не имеют и профессии, это, собственно говоря, чтобы их трудоустроить. Значит, по идее надо и чтобы человек принудительно получил какую-то профессию, которая вас требовала. Да, либо, естественно, он смог бы работать на таких, скажем так, там, где не требуется каких-то определенных там профессиональных знаний. Да, но здесь мы можем говорить только о том административном наказании, это обязательные работы. Да, он их отработает, но в это время никаких алиментных обязательных исполнять не будет, потому что никакого удержания и заработной платы здесь нет. Это принудительные, обязательные работы, которым просто отрабатывают определенное количество часов. И вот это, наверное, важный вопрос, который на сегодняшний день пока еще не решен, это принудительность, возможная принудительность к трудоустройству, может быть, на определенном этапе исполнительного производства, либо в зависимости от суммы, сложившейся за должностью. Ну, конечно, этот вопрос требует еще законодательного какого-то обсуждения и закрепления. Ольга Юрьевна, на ваш взгляд, вот как юриста, вот такое вот положение невозможно, насколько оно уже назрело? Ну, судя по только сумме в 2 миллиарда рублей по нашей Тверской области, это уже дальше никуда кажется. Вы знаете, на самом деле полностью соглашусь с Надеждой Геннадьевной, если говорить не только о тех родителях, которые асоциальный образ жизни ведут, да, у нас и некоторые граждане, которые достаточно хорошо материально обеспечены, они злоупотребляют своим правом и теми возможностями, которые предусмотрены им законом, да, и показывают минимальный размер оплаты своего труда для того, чтобы умышленно занизить размер алиментов, которые взыскиваются. Да, они не задолженники, но они, тем не менее, в этих отношениях злоупотребляют своим правом. То есть это тоже в чем-то даже мошенничество, они скрывают. В определенной степени, да. Уклонение. Это форма уклонения от содержания своего ребенка, от надлежащего исполнения алиментного обязательства. Если же говорить о гражданах, которые вообще не имеют источника дохода, да, Семейный кодекс допускает возможность обращения взыскания на их имущество, но в то же время есть перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. И вот они живут себе спокойно, имеют задолженность, есть некоторое пособие, на которое они существуют, да, минимально что-то там они, может быть, иногда выплачивают, но на самом деле вот здесь такую ловушку они попадают, если демонстрируют свое нетрудоустройство. Надежда Геннадьевна отметила, да, то есть в данном случае задолженность определяется, исходя из средней заработной платы по Российской Федерации. Это достаточно большая сумма, то есть они сами себе искусственно создают большой размер задолженности. И вот этот ком просто получается, и на каком-то этапе гражданин-задолжник, может быть, он бы и хотел погасить, но уже слишком много. И мне кажется, в этой ситуации, когда суд рассматривает подобные дела, не все суды, но все-таки они занимают такую позицию, и мне кажется, именно на этом нужно делать акцент, освобождать при определенных условиях от обязанности частично по погашению образовавшейся задолженности, но при условии, что будут осуществляться текущие платежи, что вот прямо с сегодняшнего дня он начинает... То есть заморозить эту сумму, да, но ты плати то, что ты должен. Да. Тебе этот ком не наворачивается. Уважаемые друзья, давайте прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. 300-190, телефон прямого эфира. ТЕМА ДНЯ Здравствуйте, еще раз продолжаем программу ТЕМА ДНЯ. Сегодня говорим о работе по взысканию алиментной задолженности. На сегодняшний день в Тверской области сумма такого долга, она составляет почти 2 миллиарда рублей. Если вдуматься, вот как раз до перерыва мы говорили о том, что существует ли необходимость принудительного трудоустройства тех, кто официально нигде не работает, не числится, у него долги накапливаются, но человек не может платить. Тут какая-то инициатива нужна от регионов, да, Ольга Юрьевна, чтобы вот такое вот внедрить на федеральном уровне? ТЕМА ДНЯ Инициатива и была, и есть, и этот вопрос сохраняет свою актуальность, но это же ведь федеральный уровень, это мы можем только инициировать. Инициировать, как писать, предлагать, что, ну как это делается? Именно так и делаем. Направляем даже законопроекты. Более того, вот могу анонсировать встречу, если ничто не изменится, то в июне месяце мы предполагаем проведение научно-экспертного совета на базе юридического факультета с приглашением Мизулиной Елены Борисовны, соответственно, все актуальные вопросы, они будут озвучены. Но мы говорим, а законодатель примет, либо не примет, мы инициируем, бьем во все колокола. Кстати, проблемы в других регионах России такие же, как у нас. Все похоже? Конечно, конечно. Все похоже, да? Лариса Анатольевна, Вы в своей работе, насколько часто сталкиваетесь с этой проблемой невыплаты, с чем к Вам идут люди и насколько актуально сейчас то, о чем мы говорим? Ну, регулярно такие обращения приходят, и, как правило, вопросы связаны с тем, что невозможно действительно заставить должника работать, действительно принудительный труд у нас запрещен. И вопросы еще связаны с тем, что должник работает неофициально, можно сказать, нелегально, да? То есть вне закона он подрабатывает не без оформления, не платя никакие не только алименты, но еще и налоги, соответственно, отчисления фонда не делаются за него. Просто получаются какие-то серые зарплаты, да? И когда родители нам это сообщают, ну, мы тоже понимаем, что, наверное, законодательно тут определенное есть ограничение, да, как мы можем установить, что он действительно там работает, если он по документам ни в одном фонде, ни в налоговой инспекции не числится. Ну, разве там на месяц, на два, а то и на две недели где-то подработал, да? Да, и в этой связи, конечно, есть определенный такой пробел законодательства, которым пользуются как раз не опустившиеся аморальные личности, да, а как раз наоборот очень образованные люди, предприниматели, да, которые знают хорошо наши законы и их несовершенство, и, в общем-то, таким способом уходят от уплаты алиментов на содержание своих собственных детей. При этом, как правило, они такие тоже очень интересно мотивированные, да, то есть не хочу платить на содержание бывшей, как бы, и так далее. Да, ненависть к бывшей супруге переносится автоматически на детей. Да, ребенок не хочет со мной общаться, зачем я его буду сидеть, то есть там такие тоже свои какие-то, так сказать, оправдания, да, своего вот этого статуса неплательщика алиментов, с которым, ну, вот, что с этим сделаешь? Ну, кроме как на совесть, наверное... Вот, вот, только что я хотела сказать, здесь акцент-то основной только на совесть, да, ты живешь как хочешь, но ты помни о том, что у тебя еще есть человечек, к которому ты имеешь непосредственное отношение. У нас есть статья в Семейном кодексе, где написано, что родители обязаны в том числе содержать своих детей, но, к сожалению, санкции за уклонение родителя от содержания своих детей, да, вот, кроме тех, что мы уже обсудили, ну, административная ответственность, уголовная ответственность. На определенную службу, там, да, поступление в ВУЗ определенной направленности, то есть, если родитель получает уголовное наказание, судимость, там, да, то это отражается, в том числе и в анкете, и, как правило, таких детей не примут определенные вычисленные разведения. Конечно же, это нюанс определенный. Вилочка вот такая вот. Поэтому, конечно, уголовная ответственность может быть сохранена как самая крайняя мера, да, но мы говорим о том, что, действительно, наше законодательство несовершенно, и нужно развивать неуголовные виды ответственности, в том числе, там, да, которые простимулируют неплательщиков к выплате алиментов, да. И здесь в этой связи тоже хочется обратить внимание о том, что у нас сейчас много поступает обращений в связи с тем, что родителям, как правило, мамам отказывают на числении пособий из-за того, что отцы детей не выплачивают на их содержание алиментов. Хочу сказать сразу, что это совершенно обоснованная причина отказа в связи с тем, что родитель обязан содержать своих детей вне зависимости от того, состояли они в браке, либо не состояли в браке, либо разведены. И если нет судебного решения о выплате алиментов, либо не заключено нотариальное соглашение о выплате алиментов, и выплаты алиментов не производят, соответственно, то почему же тогда государство должно содержать этого ребенка, которого родители сами, да, не могут выполнять свои... А они склонились, да, вот это как раз вот имеет ли право родители отказаться от алиментов, да? Теоретически он имеет право отказаться от алиментов, но в этом случае он тогда не должен рассчитывать на социальную поддержку со стороны государства, то есть он тогда на себя принимает, собственно... Не соглашусь, не соглашусь. Какая ваша точка зрения? Теоретически он не имеет права отказаться, потому что это обязанность каждого из родителей. И тот родитель, с которым проживает ребенок, он представляет не свои интересы, он представляет интересы ребенка, который с ним проживает. И у него точно так же есть обязанность по содержанию своего ребенка, как и у того родителя, который проживает отдельно. И если мама фактически... Я понимаю, то есть речь идет о злоупотреблении. Что говорит Лариса Анатольевна? Это злоупотребление родителями своими правами. Но не имеет такого права ни теоретически, ни практически ни один из родителей. Не тот, с которым проживает ребенок, не тот, который проживает отдельно. Нельзя отказываться. То, что они не совершают такое действие, фактически уклоняются. Но это не есть хорошо. Я не буду с вами спорить, Ольга, но безмерно уважаю вас как профессионала. В данном случае речь идет, скорее всего, об отсутствии нормативной обязанности другого родителя обратиться за обысканием элементов. То есть, возможно, я не так юридически тонко выразилась, как вы. Но речь идет о том, что мы должны в таком случае предусмотреть обязанность второго родителя в определенный срок обратиться за взысканием элементов. За взысканием. Да. А у нас, допустим, есть... Либо соглашение заключить. Лариса Анатольевна, фиктивные разводы те же самые случаются, когда вроде бы мы развеялись, а я еще и пособие получу от государства. Вот так вот. То есть, дополнительная выгода этой конкретной семье. Да. Мы с этим тоже сталкиваемся. К сожалению, да, государство сейчас принимает меры, огромные меры. Беспрецедентные. Да, беспрецедентные. Да, это никогда такого не было, когда выплаты у нас идут и на первого ребенка, и на второго, и на третьего, и на сопоследующих. Ну, это год такой, в 20-й, который предыдущей пандемии, она здесь потенцирована, но очень много семей в плачевной ситуации оказалось. Здесь даже выплаты не связаны с пандемией. Не связаны. Да, они еще были анонсированы президентом до начала всех этих наших неприятностей, связанных с пандемической ситуацией. И эти выплаты сейчас сохраняются, будут сохраняться впредь и даже расширяются. Вопрос в том, что государство предлагает, ну как же не взять-то? Это такое желание, вечное желание халявы, что как же мимо-то пройдет-то? Поэтому начинают высчитывать, сидят реально высчитывают, вот зарплата у мужа большая, не проходим мы по минимуму, давай разведемся. Причина развода банально, да, это превышение дохода, да, превышение дохода семьи. И высчитывают, что если мы с ним разведемся, значит у меня тут трое детей со мной остаются, тогда вот да, вот тогда мы проходим, при этом ничего не меняется в их жизни, никто об этом может и не знать, что развод состоялся. Но формально развод есть, да. Но, уважаемые друзья, это уже тоже в чем-то преступление, да, как это можно квалифицировать? Право гражданин, да, в этом случае же и требуют вот документы. Поэтому требуется тогда в таком случае, если вы оформили развод, да, будьте любезны, предъявите нам тогда документы о том, что отец платит алименты. Либо в судебном порядке, либо в добровольном порядке, при этом не только соглашение само, но и доказательство, что эти выплаты производятся. И это, конечно, сейчас очень многих удивляет, да, когда они получают отказы в расчете на то, что пособия сейчас будут оформлены, отказ приходит. И, ну, поскольку с момента заключения соглашения, если оно сейчас заключится, то должно пройти определенный период времени. Правильно, понятно, что этот период времени пособия они получать не будут. А потом они, может быть, договорились просто между собой, не заключая соглашения. И, коль, затронули государство, которое помогает всячески, да, вот пособия, да, единовременные пособия, многие говорят, что ситуацию разрешит так называемый государственный алиментный фонд. Что это такое, да, и давно ведется разговор об этом, да? Ну да, действительно, об этом говорят, что настолько, да, вот это, во-первых, то, что социальная вот эта проблема алиментов, да, неуплата алиментов, она вот уже вышла на государственный уровень. И действительно обсуждается, что, может быть, да, необходимо уже задуматься, что, конечно же, не все, да, те, кто должен получать, да, то есть, ну, там, мамы, либо это, наоборот, отцы, да, по решению суда, кто не получает эти алименты, это возмещение, скажем, возьмет на себя государство. Ну, во-первых... Ну, я сразу, извините, я перебегу, я даже не могу, это как думать о вселенной, вот о вселенной задумываешься и сойдешь с ума, да? Так и здесь, если только одна Тверская область, 2 миллиарда рублей, то сколько по всей России? Ну, поэтому здесь необходимо подумать, да, что, конечно, здесь речь не идет обо всех, да, потому что ведь у нас и получатели алиментов имеют совершенно разное и свое материальное положение, да, и здесь, конечно же, нужно будет все-таки искать какие-то критерии, так же, как и по области пособий, да, есть определенные критерии, кто подлежит, да, кто может получать это пособие, так же и нет. Это соответствует, реально? Да, да, реально это есть, вот, но, опять же, где-то, вот мы анализировали, например, у нас есть должники, у которых есть 4 судебных решения, да, то есть вот есть и 5, и 6 судебных решений, по которым они должны выполнить, и в этой ситуации, может быть, реально, ну, сколько бы он ни работал, наверное, да, и как бы он ни работал, это достаточно тяжело ему. И, понятное дело, что здесь, вот здесь как раз-таки речь идет о том, что он просто уже не может, да, эти алименты надлежащим образом платить. Поэтому много нюансов. Второй нюанс, конечно, но он, конечно, самый главный источником этого фонда, что же будет. Что является источником денежной вот этой реки государственной. Второй нюанс, он тоже очень важный, что любые денежные средства, которые бы государство не давало, оно должно получать возмещение этому, да, и, конечно же, не может быть такого, что сегодня за этого должника государство взяло на себя его обязанности, а завтра оно должно с него взыскать это возмещение. И получается, что, да, он не уплатил эти денежные средства на содержание ребенка, там, в течение, там, допустим, этих 18 лет, но по истечении государство все равно будет, да, должно получить с него, с этого гражданина, ну, или с гражданки, да, у нас должны есть и женщины, эти денежные средства возмещения. Но если он не платит семье, родной, то как, где гарантия, что он будет платить государству? Никакой гарантии нет. Вот, понимаете, только изменяется статус, вот эти, если сейчас это алимент, а потом это будут денежные средства в федеральный бюджет. Дело все в том, что здесь очень много таких вопросов возникает как раз вот к источнику, да, финансирования этого фонда, а люди сознательные, которые платят налоги, получают официальную зарплату, переживают, что это возложит на них обязанность содержания вот этих детей, чьи отцы либо матери являются злостными неплательщиками. Да, это как и любой общий фонд, да, допустим, возьмем то же самое, задовольский кооператив, я плачу за электричество постоянно, у нас есть пять должников, которые не платят, и мы вынуждены компенсировать вот эту задолженность сами. Да, да. Мы должны платить за этих негодяев, да, то есть тогда нужно принимать меры конкретно. Нет же у нас коллективной ответственности за вот ненадлежащее поведение, там, преступников, не знаю, там, нарушителей правил дорожного движения, да, то есть мы не за это отвечаем. В этом случае это тоже личная ответственность этих граждан, поэтому если государство примет вдруг такое решение создания алиментного фонда, я не знаю, но мне кажется, это, наоборот, приведет к еще большему, наверное, расхолаживанию определенной категории лиц, которые скажут, что да не буду я платить. Это же все равно как пособие получать, да, государство за меня платит? Да, за меня все равно государство заплатит, там, ну и, собственно говоря, будут скрываться, некоторые документы уничтожают, там, да, живут без пособия, там разная целая история существует, вот прям вот тех граждан, которые... Здесь какой-то криминальный мир получается. Это какая-то параллельная реальность, на самом деле, да, то есть это какая-то своя вот субкультура, что ли, наверное, уже, да, то есть у них сформированное какое-то отношение, да. Они знают, куда, чего и как скрыться. Да, ну вот Аристина Анатольевна правильно, наверное, сказала, что все-таки алименты, они носят очень личностный характер, то есть здесь это же, это обязанность, вот она личного характера. Потому что папа либо мама. Да, это не налоги, это не на что-то еще, поэтому, наверное, если вот посмотреть на это со стороны, ну вот с этой стороны, то перекладывание этой обязанности на кого-то, оно, наверное, все-таки невозможно. Но этот вопрос решается? Этот вопрос обговаривается, муссируется он пока на федеральном уровне? Ну, каких-то официальных, вот, официального подтверждения, да, обсуждения этого вопроса, ну, их пока что нет. Потом, возможно ли это решить? Наверное. Вы знаете, здесь еще одна проблема есть, как это может выстроить, прошу прощения, в будущем. Если образуется задолженность у родителя, неважно сейчас, папа либо мама, через некоторое время, когда наступит период, ребенок станет наследником, в состав наследственной массы включается задолженность по алиментам. Включается? Задолженность. Задолженность. Именно образовавшаяся задолженность. И получится, что у нас ребенок, наследник своих родителей, в наследственной массе получает долг, то есть те алименты, которые в свое время не были выплачены на его содержание. То есть получается, что автоматически ребенок становится должником? Да, может, может такое. А поскольку гражданский кодекс предполагает, что ты либо принимаешь всю наследственную массу, либо отказываешься, но тоже от всей наследства. От всего. Здесь будет выбор. Чистями там нельзя? Нет. То есть, если ребенок принимает, например, квартиру, единственную, да, жилье для родителя, который был, то он тогда принимает и долг. И он будет обязан возмещать государству те расходы, которые в свое время не были... Родители за эту квартиру не доплатили? Нет, алименты... Алименты, ну если мы берем, допустим, по квартире... Да, все долги, все долги, да, все долги. И алименты. Но если все долги, они еще как-то понятны и предсказуемы, может быть, с точки зрения понимания этой ситуации, то представить себе, когда ребенок одновременно выступает и должником, и кредитором, как бы, да, то есть это обязательства, алименты, это же средства на содержание ребенка, были в свое время предназначены, а теперь он становится должником. Поэтому здесь еще вот в отдаленном будущем такая серьезная достаточно проблема. Здесь вообще-то есть над чем подумать. Только за три месяца, вот как год начался, 21-й, уже почти 70 миллионов его взыскали. Ведь это же что? Мы говорили о том, что нужно к совести взывать, да? Желательно, законодательно, чтобы трудоустраивать насильно человек, если не хочет работать, да? Каким-то образом эти ловушки, это же нужно быть детективом, чтобы все... За счет чего вы эти деньги изъяли-то? Вот я и в этой студии, да, мы когда-то обсуждали, что появилась новая мера, это ограничение в спецправе. Вот она носит уже личный тоже характер, так же, как и сами алименты. И вот хочу сказать, что работает на сегодняшний день, да, когда должник понимает, что за руль он не сядет, да, или если сядет, то там сотрудники... Ограничение в спецправе, сразу говорим, кто не знает, спецправо, управлять машиной, это тоже спецправо. Ну, не только машиной, да, и другими, да. В том числе, да, 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 да. Выезжать за границу, это тоже, да? Ограничение в выезде работает, ну, вот немножко 20-й год, там, да, скажем, было неактуально. Ну, когда за границей речи не было. Вот, и здесь мы были и судебные прецеденты, да, что это даже и трудоустройство за границей не помогает, то есть это все равно не основание к снятию ограничений выйти за пределы Российской Федерации при наличии задолженности по алиментам. Ну, вот и в дальнейшем, да, то есть сейчас обсуждается, скажем так, развивается эта тема, это ограничение иных спецправ, да. Здесь речь идет и, может быть, о выдаче, там, билетов на занятия охотой, да, то есть это хобби, да? А, то есть это сейчас обсуждается, это, возможно, тоже в виду. Да, 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 вот. Ограничение на хобби. Да, ну, назовем это так, что человек тратит, скажем так, денежные средства, да, допустим, на тот же ордер, да, то есть он его приобретает. Но не может заплатить, скажем так, да, задолженность по алиментам. Поэтому, наверное, все-таки во главу угла нужно поставить содержание ребенка, а потом только занятия какими-то иными, там, видами отдыха. Ну, я хочу сказать, вот я, например, хожу в поход, это тоже не дешевое удовольствие. Если ты имеешь возможность купить себе байдарку или катамаран, то, значит, ты имеешь возможность и выплатить алименты. Да, да, ну, и вот так же, так же даже обсуждается, и там, допустим, там, запрет, там, по вступлению в брак. Вот, кстати, вот Лариса Анатольевна предложила, что вот я бы, говорит, в перерыве, уважаемые друзья, Лариса Анатольевна сказала, я бы запретила снова жениться. Ну, опять же, это не спасет от появления детей вне брака, да, поэтому, конечно, наверное, тут не столько запретить жениться, сколько, наверное, призвать женщин, прежде чем вообще начинать какие-либо отношения с мужчиной. Ну, и, соответственно, наоборот, мужчин, Жень, поинтересоваться, есть ли у него дети, и как он их содержит, нет ли у него случайной задолженности по алиментам. Это можно сделать, в общем-то, совершенно спокойно, теперь у нас через сайт судебных приставов, там можно по фамилиям и отчеству, определенным персональным данным, выяснить, какая задолженность числится за человеком, и, в общем-то, уточнить вид этой задолженности, по каким, да, взысканиям у него, там, может быть, не знаю, там, может быть, это какой-то имущественный вред причиненный, там, да, может быть, какой-то моральный вред, там, не компенсирует, а как раз, может быть, алименты. Очень интересная, может, в конце картины, потому что у нас действительно есть такие ситуации, когда мужчина, у него много детей в разных семьях, да, с некоторыми в браке состоял, с кем-то не состоял в браке, там, да, они появились вне брака, но, тем не менее, должником он является по всем этим детям и содержать их не собирается. Это, знаете, вы сразу представляете, великолепная, великолепная ловушка такая, данные из ЗАГСа получаете, на сегодняшнее число вас только-то регистрация брака вашего должника с кем-то, и тут возникают судебные приставы, здрасте девочки называется, и задают, вот она, общественное порицание, и все говорят, а ты знаешь, знаешь, за кого ты хочешь выходить замуж? Если же хочешь жениться, плати вначале, а то не разрешим, да? Кстати, Надежда Геннадьевна, статистика вот таких вот товарищей, у которых много-много семей, и в каждой семье они должны? Ну, вот мы провели, да, такой анализ, и действительно, он показал очень интересные вещи, вот у нас на сегодняшний день 700 должников имеют по два уже исполнительных производства. Что такое исполнительные производства, давайте скажем? Два судебных решения. Два судебных решения, это значит двое детей? Может быть и трое, то есть это, ведь в одном судебном решении может быть содержание и на одного, и на двух, и на трех. В одном решении, конечно, конечно. То есть у него уже было две семьи, от разных мам, от двух, да? Да, 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 и уже имеется. Есть еще у нас 64 должника, уже имеют три таких судебных решения. Ага, три семьи, три разных мамы. Десять, уже четыре. Четыре разных мамы. Да. Это вот как раз о чем говорил Лариса Анатольевна, есть и больше? Есть и больше. Четыре должника у нас на сегодняшний день, это уже пять судебных решений, и два должника шесть. Уважаемые друзья, в этом случае народная пословица горбатого могилы исправить, наверное, это вот тут работает. Ну, Лариса Анатольевна же правильно говорит. Десятый, одиннадцатый, и будет все то же самое. Женщина, когда вот как-то начинает какие-то взаимоотношения, да, вот там с мужчиной, ну, не интересуется ни его прошлым, там, да, ни его настоящим. Ненадежность его, как мужчина, как отца. О своих будущих детях тоже надо думать. То есть, если она начинает отношения, ну, наверное, планирует то, что будет ребенок, да, если это действительно о создании семьи речь идет, то неплохо бы поинтересоваться, как этот мужчина относится к детям в других семьях. Может быть, она смотрит на благосостояние, он приехал к ней практически верхом на коне, то есть на красивой машине, у него есть там загородный дом, да, может быть, оформленный на него. Ведь попадаются такие алюминищики, да, у нас, которые имеют, кажется, все, внешне благополучие. Поэтому и надо проверить, как он относится к предыдущим детям. Если он относится к ним вот так, то есть никак, да, не содержит, не интересуется, и, ну, кто же говорит, что он будет по-другому относиться к этому новому ребенку, появившемуся в новых отношениях. Конечно же, у него ничего не изменится. Люди в этом случае, как правило, не меняются. Вот чему у нас статистика. Да, подтверждающая, конечно, вот она, честно говоря, смех и грех, потому что, конечно, шесть исполнительных производств, это означает, что шесть женщин там, да, как правило, женщины все-таки в этом случае там, да, попали... Я думаю, что семейный кодекс Республики Беларусь предусматривает норму, в соответствии с которой лица, вступающие в брак, информируют друг друга о состоянии здоровья и о материальном своем состоянии. То есть, может быть, нам тоже в семейном кодексе парадок... Это у них законодательно, да, в семейном кодексе требования? У нас такого нету, да? Нет. А вообще-то великолепно, да? Да. А наличие детей вообще у платья алиментов, то есть это, ну, вы знаете, еще тоже... Ну, тайн быть не должно, на мой взгляд, да, все-таки, когда в брак вступаешь, не должно быть никаких... Каких-то таких вот бэкграундов, которые потом выясняют, что у него, оказывается, там шесть детей и в разных семьях и алименты, а он не платит, ну, что это, да. Как выяснилось. Да. Ну, вообще, я хочу сказать, что вот в процессе даже общения, там, на приеме, да, граждан, иногда возникают такие интересные ситуации, когда женщина приходит и говорит, да, вот у него, вот, там вот есть ребенок, он здесь мне не платит, вот. А когда вот мы жили вместе, да, но он тоже не платил алименты, я знала про это. А, и все равно со мной такого не пытается. Да, да, и я вот, ну, начинаю спрашивать, ну, так вот, вы знаете, что там уже была задолженность, да, сейчас уже ваш, ну, в пользу вас, да, уже имеется задолженность. Пронтата же тоже никуда не делась. То есть, соответственно, мы сейчас уже взыскиваем и алименты, и задолженность, и в вашу пользу, да, и в пользу той вот там, да. Он уже с третьей живет, там, она мне приходит, там, допустим, рассказывает, а он уже вот с третьей живет. Я вот знаю, там, вероятнее всего, тоже сейчас появится еще. Вот, вот такие вот ситуации. Давайте мы уже как-то вот относительно, как быть-то нам, вот, как нам быть-то, чтобы взрывать, а мы о детям говорим. И о детстве сознательности, потому что вопрос алиментов, он все равно без социальности, да, а социальности, да, это же наше внутреннее, да, социальное отношение к тому или иному явлению. Алименты — это социальное явление, мы не можем уже от этого уйти, оно все равно внутри нас. Вот как мы сформируем это отношение, да, так и получится в семье, да, в новой семье, которую мы будем создавать, вот о чем мы сейчас говорим, да, оно все равно должно быть, да, есть семья, но здесь уже должно быть понимание, нет, мы будем платить твои алименты, даже если создается семья, там должно быть понимание, что да, так получилось, но, наверное, и женщины со своей стороны должны сказать, да, вот мы должны там предпринять меры, не бегать вместе или не искать какие-то способы, пусть тот ребенок не получает денежные средства, такое тоже есть, да, вот, а будем платить и... Опять возвращаемся к совести. Да, да, да. Ольга Юрьевна, какие-то изменения законодательные сейчас как-то еще идут, вот потихонечку, полигонечку, тихонечку забираемся в голову на встречу решения этой проблемы? Ну, речь идет не о законодательных инициативах, а о том, что уже свершилось. В прошлом году в 86-ю статью Семейного кодекса были внесены изменения, это дополнительные расходы на ребенка. То есть у нас граждане не всегда различают эти два самостоятельных платежа. Есть алименты, а есть дополнительные расходы, например, расходы, связанные с лечением ребенка, иногда обучением ребенка. Это дополнительно? Это дополнительно, да. Но они тоже объективно зачастую необходимы. И это в интересах ребенка, если он нуждается в дополнительном лечении, в постороннем уходе. Так вот, наш законодатель дополнил соответствующий перечень этих обстоятельств, когда возможно взыскание дополнительных расходов. Честно скажу, я пока еще для себя не решила, хорошо это либо плохо. Там появилось такое обстоятельство, как отсутствие жилого помещения, пригодного для постоянного проживания. И я не видела пока судебной практики. Это не означает, что ее нет. Но, может быть, это приведет к тому, что новый вид обязательства появится. То есть, мало того, что должник имеет определенную задолженность по алиментам. Если вдруг, мы предположим, будет судебное решение, в соответствии с которым он должен принимать участие еще и в приобретении жилого помещения, для того, чтобы ребенок проживал, это будет еще одна огромная такая по размеру задолженность. То есть, я пока не видела материала в судебной практике, год только прошел еще. Может быть, запустится просто человек в руки. Ну, вот как? Так вот это вытянуть-то тоже. Ну, там речь идет только о приобретении, в том числе приобретении правопользования, например, через аренду жилья. Потому что бывают такие ситуации, когда женщина переезжает к супругу, семья, появляются дети. Потом он ее просто развод, и он ее выгоняет, по-русски говоря, на улицу. Вместе с детьми, да. Дети, они остаются как бы членами его семьи, но тем не менее. Понятно, что мама, как правило, забирает, ну, выгоняют, так выгоняют уж, да. То есть, где ей жить? Там чужой город, чужой регион, родственников нет. Куда пойти-то? В связи с чем и появилась эта норма, да, чтобы родители принимали участие, ну, на такой случай, да, в каком-либо виде приобретения правопользования. У нас еще нету, да, вы говорите, таких вот судебных вещей. Я не видела, не видела, но здесь опасность какая существует. В законе написано, что жилье пригодное для постоянного проживания. И поэтому аренда это аренда, но постоянно это может быть и собственность. Но аренда, да, потому что собственник жилья скажет, через месяц выходите. Гарантий тоже нет, да. То есть, это, конечно, мера, которая направлена на обеспечение интересов ребенка и родителя, с которым, да, то есть мама там, либо папа, с которым он проживает. Но это может создать и дополнительные проблемы для плательщика алиментов. А уж для неплательщика тем более. Ну, тут уже проблемы возникают даже не для неплательщика, а для судебных приставов, которые будут еще больше... Исполнять. Еще больше обеспечить. Появится, да. Как только появится судебное решение, будем думать, как их исполнять. Ну, у нас всегда что-то новое, и, естественно, будем искать способ. Нарабатывать практику, да. Непосредственно, коль мы затронули интересы ребенка, прежде всего мы говорим сейчас, прежде всего об интересах детей, да. Лариса Анатольевна, что у нас с материнским капиталом? Потому что я знаю, что у нас существуют факты мошенничества. Ведь этот материнский капитал, он для чего, опять же таки? Как раз, прежде всего, для улучшения жилища условия. Для ребенка, да? Опять же таки, создать условия. Да, да, да. Мы с этим тоже сталкиваемся. К сожалению, несмотря на все меры, которые были предприняты для совершенствования законодательства в этой части, да, и была введена норма, когда при согласовании сделок с участием материнского капитала Пенсионный фонд должен запрашивать в муниципальном образовании справку о том, что это жилье не признано ветхим, но аварийным, мы столкнулись с тем, что фактически эта норма также не работает, потому что признание жилья ветхим, аварийным, оно происходит по инициативе владельца. А если владелец не заинтересован в этом, а не заинтересован как раз продать развалившийся свой домик, который уже ничего не стоит, собственно говоря, он не ликвид у него, да, то есть он продает его по цене материнского капитала, понятно, что он не будет никогда признавать свое жилье ветхим, аварийным. У нас есть сейчас несколько решений судов, которые, в том числе, находятся на исполнении службы судебных приставов. Проблема опять та же, что взыскать материнский капитал в пользу казны необходимо, да, то есть дети остались фактически без жилья и без возможности в дальнейшем распорядиться материнским капиталом. Но, как правило, опять же, та же самая история. Должник не владеет ничем и трудоустроен на минимальную зарплату в лучшем случае. 400 тысяч, эти 460 тысяч будут с него взыскиваться на протяжении многих лет, уже там и дети могут вырасти к тому времени. То есть это действительно серьезная проблема, в связи с чем тоже мы уже вышли с инициативно-федеральный уровень. У нас создана рабочая группа, преуполномоченная при президенте Российской Федерации по поводу как раз совершенствования вот этой нормы по распоряжению материнским капиталом в интересах детей при покупке жилья. Там много очень разных вопросов, но в том числе мы предлагаем, например, ввести обязательную норму предоставления независимого отчета. Чтобы мы понимали, пенсионный фонд, вернее, видел и понимал фотографии наглядно, как это жилье выглядит. Стоимость его рыночную, которая определенным способом подсчитывается. А также у нас независимые оценщики, они несут юридическую, установленную федеральным законом, ответственность за свои действия. И в том случае, если они превысят, действенность их страхуется, если они превысят цену реальную, или, например, искаженные сведения предоставят, то там, включая уголовное ответственность, наступает у них уголовное преследование в отношении них. Поэтому вот это, я считаю, норма, которую необходимо обсудить и внедрить. А уж как оно сейчас сложится, будем смотреть, будем добиваться. Ну, будем, я так считаю, что вот этот разговор у нас довольно-таки, с несколько другой стороны мы сегодня подошли к обсуждаемой теме. Мы еще его будем продолжать, потому что это целая глыба проблем. Давайте сейчас, вот мне бы хотелось, куда обратиться, если, может быть, кто-то не знает опять. Давайте еще раз напомним, где узнать о своих долгах. И мне бы хотелось потом, чтобы каждый из вас, ну, обратился к жителям нашего региона. Ну, во-первых, у нас появилось вот такое очень хорошее, да, про банк данных знают все, наверное, и сегодня вот Лариса Анатольевна, да, уже про него сказала. Я хочу сказать о тех нововведениях, которые у нас появились. Это возможность обращения к нам через единый портал госуслуг. Мне кажется, что сейчас это уже неудивительно ни для кого, и каждый, наверное, ну, каждый второй, это точно, имеет свой личный кабинет на госуслугах. И Федеральная служба судебных приставов сделала, мне кажется, такое огромное, да, огромнейшее дело. Это возможность обращения с любой ситуацией, там выбор, даже набирать ничего не нужно, там нужно выбрать жизненную ситуацию, с которой вы обращаетесь, да, и направить эту информацию нам. Это придет, вот, в ближайшие сутки, да, поступит к судебному приставу, и судебный пристав таким же образом ответит. Кроме того, в своем личном кабинете можно видеть те процессуальные документы, которые мы выносим в исполнительном производстве. И не нужно делать дополнительных запросов, ты все видишь, заходишь, и вот тебе там прилетело там то или иное постановление. И у нас, вот уже с конца декабря работает группа телефонного обслуживания. Вот хочу, вот совсем коротко скажу, зачем. Есть вопросы, которые, ну, возможно, разрешить буквально, вот, там, в ближайшие даже часы иногда, да, получить какую-то информацию, гражданин будет доволен. Да, действительно, в отделение дозвониться иногда тяжело, потому что на одном телефоне, там, может быть, два-три судебных пристава исполнителя, он все время занят. Наш, значит, телефон, да, группа телефонного обслуживания 55-91-56. С 9 до 18 часов девушки, операторы на этом телефоне постараются разрешить проблему, если она требует длительного. В любом случае информация будет получена, да, эта информация будет доведена до конкретного отделения, да, которые свяжутся с заявителем впоследствии, и эту информацию, значит, эту ситуацию разрешат. Поэтому, вот, призываю граждан, да, использовать эту возможность для, вот, скажем так, такого открытого разговора. 15 секунд до конца эфира. К чему вы призываете, граждане, уважаемые? Каким бы ни было совершенным, либо несовершенным законодательством в сфере алиментов, все зависит от родителей. И я бы в помощь судебным приставам привлекла бы взыскателей. То есть нужно объединять взыскателей алиментов для различных социальных акций. Ну, вообще-то, да. Я хочу напомнить, что детей надо не только любить и заботиться о них, но еще и содержать. Да, а то вы привыкли, да, к нашему книжному делу эти цветы жизни, да, их надо поливать, ухаживать и подкармливать. Спасибо огромное вам за участие в нашей программе, уважаемые должники по алименту. Имейте совесть. До свидания. До свидания. До свидания.